Преодолевая страх, уметь наслаждаться небом, 15-летний Матвей Силаев начал 6 лет назад. С парашютным спортом парня познакомил отец, он же его тренер. Матвей – многократный призер соревнований по аэротрубным дисциплинам, призер первенства Европы и России, член юниорской сборной России. За плечами юного спортсмена уже 150 прыжков. Есть, конечно, у всех даже волнение перед прыжком. А потом она уходит, когда начинаешь прыгать. Больше всего нравится полет в небе, ты чувствуешь себя как перышко, летишь вниз, смотришь на красоту окружающего мира. Тот, кто хоть раз испытал ощущение свободного падения, уже не в силах отказаться от адреналина и той безграничной свободы, которая дарит небо. В Самаре чемпионат вооруженных сил России по парашютному спорту проходит впервые. Соревнуются спортсмены в трех дисциплинах – точность приземления, индивидуальная и групповая акробатика. Здесь собрались 125 сильнейших парашютистов в составе семи команд, представляющих различные военные округа и виды войск Вооруженных сил России, а также ЦСКА и ДОСААФ. Люди занимаются на своих местах служебной деятельностью, спасателей надо точно приземлиться, спасти летчиков, десантников приземлиться, точно выполнить задачи с высокой высоты, с большой высоты, с задержкой. Все это непосредственно связано, именно переплетается с профессиональной деятельностью. Поэтому мы можем сказать, какой округ лучше в этом году подошел к подготовке не только спортсменов, но и других специалистов, которые совершают парашютные прыжки. В составе команд выступают порядка 60 парашютисток. Среди них абсолютная чемпионка мира среди военнослужащих, двукратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира, многократная чемпионка Европы Евгения Фурман. На ее счету 9700 прыжков. Сегодня в составе своей команды спортсменка выполняла упражнения по групповой акробатике. Здесь успех прыжка зависит от каждой. Должно быть как один организм, должны слиться все вчетвером, воедино друг друга понимать. Над этим мы и работаем. Чтобы предвидеть, бывают какие-то нестандартные ситуации, что-то не так пошло. И каждая из нас должна предвидеть, что сделают в этой ситуации коллеги по команде. Спортсменам важно освоиться и на земле, и в воздухе. Прыгают парашютисты из вертолетов Ми-8 ЦСКА Самара. В каждой команде 5 человек. В воздухе они выполняют комплексы из акробатических фигур, какие именно, определил случай во время жеребьевки. Под спортсменами более 3000 метров. Затем, как выполняют упражнения, следят маститы и судьи. В помощь им мощная аппаратура, которая на большой высоте помогает поближе увидеть на экране фигуру. И за что штрафуется, и что не штрафуется. И как. А скорость должна быть максимальное количество фигур в за определенное время. Вот это тот чемпион, который больше всего сделает фигуру в течение 30 секунд. Всего на соревнованиях разыграют 48 комплектов наград в индивидуальных и командных зачетах. Итоги подведут 30 июля. Кроме того, еще одна задача чемпионата – подготовка команды к всемирным военным играм, которые состоятся в Катаре в ноябре этого года. Мэри Елчан, Николай Сидоров, События.